всем привет мои дорогие друзья с вами как всегда я дезертир и я хочу показать вам пару ну скажем так пасхалок до который довольно трудно добраться в дистине все они находятся на странники а точнее на стене и мы сейчас вот их будем смотреть большое спасибо за помощь в разгадке этих замечательных тайн моему другу колдуну ну и многим тем кто на ю тубе выкладывал какие-то ролики ну вот но в данном случае именно роликов по тому что я буду показывать я не нашел за исключением естественно лава пол или пол лава но это будет потом ближе к концу а пока приятного просмотра первая пасхалочка мы не то что пасхалочка но в нее реально трудно добраться это будет вот это все это собственность аманды holiday кажется она упоминала об этом месте ее тайном убежище где можно укрыться от катавасии царящий в ангаре давай не будем никому о нем говорить а ванда на самом деле очень такая веселая поэтому многие вот места которые нам придется посетить они находятся в какой-нибудь жопе поэтому до них приходится различным образом добираться не обязательно конечно прыгать так вот как я прыгаю и там это можно сделать совершенно по-другому но тем не менее журнал системного инженера она жалуется что теперь приходится работать за двоих потому что ее приятель механик погиб нападение кабал стоило жизни многим до следующего места можно добраться вот отсюда есть главное аккуратно спуститься так чтобы не упасть мы можем посмотреть кто-то украл эти припасы у новой монархии в журнале есть призыв следовать примеру хоторн интересно что это значит находится место вот тут прямо рядом с нашим оружейником именно если кто вдруг не понял вот здесь мы проходим вот сюда спускаемся вниз и находим еще один последний раз этим терминалом пользовался банши 44 но он столько раз запорол вход вводя банши 41 что система его заблокировала видимо все эти перезагрузки его доконали поехали к следующей переходя вот через этот замечательный мост мы собственно можем увидеть две красных вот этих линий они здесь не просто ну точнее не линия скорее это типа как лифты наверное или что-то в этом духе в любом случае они здесь не просто так и перед тем как мы посмотрим кое-что сбоку мы увидим сначала вот это хоторн говорила она иногда поднимается сюда чтобы почитать она изучает историю авангард согласия войны фракций даже книги об основании города интересно что в это время поделывает луис но чтобы нам не терять время зря в пустую мы можем осмотреть здесь еще кое-что они отстроили личные покои глашатой уже после реконструкции до сих пор не могу поверить что его больше нет он был не первым глашатой мы не может быть последним нам нужен глашатой так ведь находясь на рынке сразу возле входа на именно вот здесь вы поворачиваете отсюда и осматривается я все жду что сейчас увижу его ливан ты где-то здесь она и раскладывала товары с тех пор как мы отвоевали дом они мало что слышно я знаю только что она жива но от нее давно не отвезти так после чего идем к следующий она находится здесь же рядом ты только посмотри на все эти инвентарные записи похоже все пытаются снова наладить работу рынка в башне с банши раху его ливан ты они все работают над этим сообща здесь наверху есть еще одна пасхалка жизнь здесь вернулась привычное русло как будто ничего не изменилось но такого не может быть ведь странник пробудился теперь все станет лучше правда же итак друзья мои если мы придем вот сюда находимся мы вот здесь у этого спуска то вот тут будет лежать еще один нивенчок все теперь скандирует вслед за хатерн власть народу наверное такие фракции как новая монархия людям уже поперек горло не зря ждал моего друга если прийти вот сюда и как бы типа как я понимаю вот отсюда прыгнуть вот сюда мы найдем еще одну секретку если я правильно прочитал данные икора хочет добиться того чтобы гражданским было проще попасть в башню приятно знаешь когда вокруг люди также здесь сверху мои дорогие друзья мы вдруг случайно обнаружили кого бы вы думали а именно к еще вот там вот она вот сверху в лучах солнца периодически сидит вылизывается и честно говоря не я не мой друг не прочие не видели кэш кошек в этих городах вот поэтому это единственная кися которая здесь есть наверное она вылизывается если вам приспичит поизучать непонятные места и прочее здесь вот есть небольшие скопления всякого говна и вы можете решить что вот здесь сверху что то есть но на самом деле тут нихрена нету даже если вы будете здесь прыгать вы можете максимум куда запрыгнуть соответственно отсюда это вот сюда это довольно проблематично не на может это конечно легко но иногда бывает доставлять трудности получается не всегда с первого раза ну вот дальше можете запрыгнуть попробовать вот эти балки запрыгнуть вот на те две здоровые сейчас мой друг покажет наверное который за не сзади тебя находится посмотри сзади вот туда вот можно запрыгнуть на те балки он сможет запрыгнуть но сути от не меня это все равно нихрена нет поэтому это не да в контент но тем не менее нашли даже такую хрень мы пытались нашли еще одно тупое место запрыгивается либо со стола либо с вот этих коробок вот сюда и далее вы типа прыгаете куда-то вот сюда у вас получается запрыгнуть вот здесь можно попасть сюда например здесь нихрена нету только свет 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 вот нафиг это место нужно непонятно куда-то в другое место попасть дальше из этого не получится но мы думали что там пасхалка мало ли вот здесь стоит робот уборщик и многие отсылают его к первой части не знаю почему я к сожалению свою первую часть не играл в дистине комнатка эта находится если выйти с рынка вот сюда вот так же там в проходе есть тоже еще один робот уборщик ну собственно такая себе отсылка на мой взгляд хотя может кому-то и будет интересно первая пасхалка будет вот этих роботов включается она очень неудобно но тем не менее включается кто-то попытался модифицировать одного из ред фреймов шакса но в истории доступа упоминаются только другие фреймы здесь сказано арсайт и далее снова и снова арсайт италия следующий этот терминал ребята из мертвой орбиты используют как форум содержание там понятно какое куча картинок где позируют люди в черном и нигилистская поэзия теперь мы идем в знаменитую комнату анны брей для этого нам нужно просто хорошо прыгнуть поехали здесь видите есть рабочие здесь есть много чего интересного и есть книжка похоже на дневник анна брей но не понятно кто почти весь текст замаран даже несколько страниц вырвано мне в этом видится что-то нехорошее но может я зря переживаю кстати говоря эту комнату можно увидеть когда мы проходим снизу ну забраться сюда можно так вот таким вот незамысловатым способом изначально пасхалка баговала когда книжка лежала вот здесь но по факту книжку передвинули теперь багов никаких нет глюков нет книжку можно взять спокойно здесь также как и на земле есть замечательная пасхалка с футболом если вы забираете забиваете три гола то у вас будет небольшой фейерверк ток на этот раз вам будет намного больше и собственно аж странника заслоняет малость а еще здесь есть фишка в том что вы можете преграждать скажем так путь отбойными щитками и не давайте противнику вам забить например это действует с обеих сторон там соответственно все то же самое ладно к следующей пасхалке опять же прямо рядом с футбольным полем если мы повернем вот сюда вот будет какая-то непонятная платформа и собственно непонятно зачем она нужна потому что здесь стоит корабль и его там стоит какая-то еще платформа но если вы сделаете прыжок с вот этих ящиков вот сюда вот это улика допрыгнуть эти ящики забиты книгами по истории авангарда одному осирису посвятили больше 30 томов он и не так уж долго пробыл главным варлоком авангарда да и коры но дело у него было не в проворот вот такая интересная пасхалка если мы будем долго бегать по верхней части и наконец-то добежим вот сюда находится над больным полем слева то увидим вот такую замечательную штуку обмен сообщениями между амандой holiday и командором завалой неделя за неделей доклады обо всех подозрительных личностях в ангаре мимо завалы никто не проскочит рядом с арсеналом ну вы видите вход в арсенал мы можем найти интересную вещь а именно какую-то странную пустую на данный момент комнату не знаю зачем она и кто туда что чё делал то окей давайте посмотрим собственно как туда попасть в принципе относительно очень просто прыжок обязательно должен быть с ускорением иначе у вас не получится забраться далее забираемся выше бежим сюда и вот здесь вот прыгаем на вот этот ящик в обязательном порядке именно надо забраться далее падаем сюда и вот вуаля мы забрались в секретное какое-то место здесь есть непонятная дырка мы пробираемся дальше здесь какой-то предмет который мне непонятен и далее мы попадаем какую-то пустую комнату в которой нельзя ничего делать и я не нашел здесь честно говоря никаких вещей которые можно было потрогать но у меня есть ощущение что это скорее всего самый ну отсылка видимо я не уверен потому что еще раз повторюсь и не играл в первую часть и каким-то роботом из первой части ну вот либо к чему-то подобному потому что как-то с ними по взаимодействовать у меня лично не получилось вот такие вот дела но здесь можем их осмотреть возможно это что-то типа клайдеров как раз таки каких-нибудь такая вот интересная пасхалочка а еще у меня получился вот такой глюк при перемещении я мог управлять точнее не управлять и переключаться между другими юнитами да вот здесь вот есть короче наверху не бери меня и нужно лава дойти до до пола так чтобы не касаться иначе тебя убивает ну поняли и в чем прикол прикол в том что если ты пройдешь ты получишь интересный бафф ты получишь интересный что бафф который нам поможет как раз таки в поиске всяких плюшек и докуда нам надо ну ваш цель подсвечивается не вид вперед это те 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 а реально где цель-то вон видишь столб света нет блять ну ладно я думаю что это можно по-другому сделать так здесь это еще есть шарик который можно доконать ну шарик я покажу попозже стоп света сука каждый раз просто перемещается в основном в этом проблема в том что ладно попробуй так я сейчас где в чуть-чуть неудачном месте но главное нам потом после этого не умирать если мы пройдем до столпа света так где гробанный столб почему меня бьет так вот как бы да так ладно на месте тоже нельзя стоять долго? на месте да нельзя долго стоять а храбан вон жопа пыталась поджарить нет так удачно был свет расположен сука до него чуть-чуть надо было пройти гарт ууууууууууууууууууу Хехеа хехе locally н Este�� пробуемно слизой двух сторон я это сделал отлично теперь мы очень быстро и очень высоко прыгаем не да ёб твою мать я вот и блять вообще свалился вот такие дела ты думаешь собственно более на данный момент мои друзья я пока ничего не нашел если вдруг что-то интересное вы находите то пишите в комментариях будем показывать всем это вместе если наберется достаточное количество интересности собственно следующее видео надеюсь выпущу ну а пока всем спасибо за просмотр надеюсь вам понравилось и да не каждый вот такой вот планшет кпк является активным потому что их здесь много но по факту только некоторые из них дают какую-то информацию всем удачи спасибо за просмотр с вами был как всегда ресерсер пока пока друзья мои рад был вас всех видеть